Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и сегодня у нас очередной выпуск Техничка Технишище! Но на самом деле, если обычно технические ролики у нас разбиты на какие-то темы, то сейчас мы будем делать просто много всего того, что накопилось, всяких мелочей и не очень. Итак, мы начинаем технический выпуск. Погнали! Задача номер один. Мы будем приводить в порядок автопилот. Важный момент. У нас два автопилота, потому что вы знаете, что для офшора нужно иметь всегда двойные запасы, иногда тройные и больше. Так вот, у нас есть два автопилота, которые не взаимозаменяемые. Вернее, все части взаимозаменяемые, но для того, чтобы их заменять, нужно делать проводочком кусь-кусь и прочее. Я решил сделать простое подключение и иметь возможность переключать разъемы гидравлики автопилотов и делать это быстро, без пайки и без головной боли. Но у меня есть хобби FPV-дрон. И в FPV-дроне используются разъемы XT60. Это разъемы, которые могут передавать большие токи. Напряжение схожие. Токи там до, наверное, 100 ампер эти разъемы могут передавать. Но нам столько не нужно, потому что автопилоты обычно больше 50 ампер на 12 вольт не потребляют. И то это пиково, и то это кратковременно. Поэтому мы будем использовать наши разъемы XT60 для подключения наших автопилотов. Видите, какое здесь окисление? Вот это вот сейчас надо будет все убрать и залудить, но, к сожалению, с этим уже ничего поделать нельзя. Так, ну что ж. Делаем. У меня есть вот такие вот разъемы XT60. Это для дронов. Они пропускают через себя большие токи. Поэтому мы сейчас вот сделаем вот так. А с обратной стороны под него, соответственно, папу. Раз. Два. Так, все. Так, прямо хорошо сюда флюса. И берем паяльник и начинаем это все лудить. Края уже закончены, то есть я залудил их. Сейчас буду уже начинать их впаивать в этот вот разъем. Прямо вот один сюда пойдет, второй сюда пойдет. Термоусадочку, термоусадочку сверху. Короче, я думаю, что будет все правильно. Так, это у меня жидкая изолента. Сейчас я вот это вот все заливаю, чтобы оно было здесь герметично. И оно сейчас вот таким вот, типа как эпоксидка, засохнет. И будет красота. И сейчас вот я на это все сверху надену вот эту вот часть. Вот получился такой вот разъем. Он полностью герметичный. Если, и он так сделан, если вот это нужно будет чинить, то это нужно будет просто отрезать, его выбросить, потому что он, ну, прямо супер огонь. И сейчас вот эту вот часть я одену термоусадку. И это будет полностью герметичная система. Ну, вот такой вот красивый у нас разъем получился. И главное, герметичный. Теперь делаем от него обратную сторону. Ну, вот, я думаю, что прекрасно. Ужасно вот такие провода толстые паять. Но зато это очень надежная система будет. Ну, вот. Я искренне надеюсь, что после того, как я это все включу, у нас автопилот будет работать в прямую сторону. Если будет работать реверс, ну, тогда я просто на самом автопилоте перекину провода, и будет все отлично. Все. Вот это у нас подключение автопилота. Разъем XT60. Все. Это есть. Теперь мы это все продеваем в кабель-канал. И на этом, наверное, наша задача и закончится. Все. Это готово. Пару хомутиков. Вот так вот мы сейчас все соберем. Выглядит неплохо. Мне нравятся вот сюда хомуты. Класс. Все. Если нам нужно поменять, отключаем. Переключаем. Здесь получается мама-мама. И вот снизу папа-папа. То есть, если нам нужно подключить само устройство, у нас есть два взаимозаменяемых юнита. Ну, вот все. Теперь его прокладываем аккуратненько. И подключаем. Он крутится в нужную сторону. Крутим вправо, едет вправо. Крутим влево, едет влево. То есть, с полярностью я угадал. Все, автопилоты работают нормально. Следующая задача. Сейчас мы будем с вами устанавливать калькулятор гидроплатформы. Это небольшой компьютер, который мы в свое время, где-то при сервисе обслуживания самого линии арт-драйва, мы его где-то потеряли. И найти не смогли. И вот уже прошло там, наверное, года полтора. И Ростик таки мне прислал эту штуку. И сейчас мы ее будем ставить на место. Потому что вручную платформу можно поднимать, но намного проще это делать нажатием кнопочки. Not to be opened by unauthorized personal. Это как раз обо мне. Сейчас я это и буду открывать. У нас мотор гидроборта. На самом деле такая штука очень похожа на гаражный, на механизм, который открывает гаражи. И очень похожая штука работает в системах автопилота на разных типах лодок. Но в принципе работа у нее простая. Подается напряжение, он открывается. Подается в другую сторону, он закрывается. То есть обычная простая система отличается своей мощностью. То есть у нас, по-моему, 300 кг он может поднимать. Короче, собираем эту всю систему. Собираем новый калькулятор гидроборта. И начинаем, собственно, это все проверять. Я думаю, что вот где-то здесь мы закрутим. Вот где-то вот так вот. Потому что есть места, уже попробую в них попасть. Но вот эти места для крепления не очень хорошие. Потому что нужен длинный саморез. У меня уже нет другой длины, поэтому пофиг сделаю прямо через корпус. Ну вот где-то вот так. И сейчас здесь второй. И будет шикардос. Так, все. Это есть. Закреплено. Далее начинаем подавать сюда провода. Так, плюс. Плюс. Отлично. Минус. Мотор-мотор. Хорошо, поехали. 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 О, у нас тут еще питание есть. Ничего себе. Отключил питание. Оказывается, я забыл его отключить. У меня есть отдельный фьюз, который отрубает гидроборд. Ну, уже быстро исправленная ошибка. Ошибкой не считается. Но я все делал аккуратно, поэтому его бы, конечно же, не закоротило. Ну, так, согласно мануалу, у нас самый последний, это черный. По-моему, у нас белый был форвард. Да, вот так вот. Белый форвард. Раз. Вот так. Так, сверочка с мануалом. Да, форвард белый. Реверс красный. Последний. Это граунд у нас, по-моему. А, это плюс 5. Короче, не важно. Не помню. Вот так вот. И сейчас мы сюда пристрем мотор и будем проверять. А мотор еще нужно будет нам прикрепить. Проверяем. Вроде как готово. Я думаю, что вот этот момент истинный. Гидроборд включил. Ну, как вы видите, эта штука работает. Теперь разбираем. Ставим на место. И я думаю, что теперь у нас будет все работать. Нужно только будет настроить скорости, но это уже потом. Запоминаем. Коричневая рядом с коричневым. Все. Ставим его красивенько на место. Вот сюда. Этот вот синий проводочек. Он нам не нужен. Он не используется. Вообще-то, по-моему, какая-то типа лампочки, которая должна быть там показывающая на ошибке. Но и так все понятно. Ставится мотор очень просто. Вот здесь есть такой пин. Он вынимается. Вот здесь есть под него дырка. Пусть кто-то скажет только, что там отверстие. Пошлю отверстие. Все. И это мы подключим потом в калькулятор. Так. Все. Это туда ушло. Отлично. Все. Вот где-то так. Теперь наша задача его поставить вот сюда. Ну, это мы сделаем чуть-чуть попозже, когда я его подключу к кнопке. Для того, чтобы просто его там чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. И выставить его точно. И вставить. И все. Хоба. Так, спустим мы его, наверное, под гофрой кондиционера снизу. Заправляем, подключаем. Так, все. Готово. Теперь накрываем крышкой. И, наверное, хватит. Чуть-чуть двинуть вперед. Проверяем. Ну, я думаю, что так оно и будет. Ну что, теперь я это все снимаю и надеваю. Я думаю, дальше смысла особого проверять нет. Так, следующая задача. У нас есть вот такой вот роутер. Проблема с этим роутером следующая. Если у меня Android девайсы, либо компьютер, то все работает хорошо. Для айфонов и айпэдов некая проблема, если телефон выключается, я имею в виду, просто экран гаснет, то нужно опять заходить в настройки и перелогиниться. Саша нам подогнал вот такой вот офигенный роутер. И сейчас мы его будем настраивать. Итак, ну что, втыкаем. Эта штука у нас здесь. Шнур у нас длинненький. Втыкаем его вот сюда. Где у нас тут? А, блин, у нас в этом компьютере нет. Ну, у меня есть устройство для этого. Залезли в настройки. У нас здесь все подписано. Пока настройки заводские, потом мы их поменяем. Активируем Full Rules. Все. Теперь лезем в браузер. И забиваем, согласно мануалу, айпишник. Попадаем, собственно, в админку. И начинаем с визарда. Итак, наш буллет заведен вот. Здесь идет питание через Ethernet. Так как в этом роутере нету Power over Ethernet, у меня есть одно маленькое устройство. Это то, что дает питание через Ethernet. То есть сейчас вот этот Ethernet будет воткнут сюда, а питание будет подано через бок. Ну, и потом это все будет внутри. Ничего не будет видно. Снаружи будет торчать роутер, потому что я хочу видеть статус. Можно его сюда тоже спрятать, но я хочу видеть, что там на нем происходит. Все, Диночка, включай. Ну что, ожидаем быстрого интернета. И видно все статусы. А если что, сюда можно воткнуть донгл, который будет раздавать интернет через GSM. Отличное решение. Как вы знаете, мы пользуемся Wi-Fi, который раздает наша лодка. Что в Wi-Fi подключается? Это Wi-Fi booster. Устройство, антенна, усилитель, которая стоит на мачте, принимает из Марины сигнал, либо из местных кафе, и его передает через наш Wi-Fi. К роутеру есть еще одна маленькая прикольная фишка. У нас есть устройство, которое подключается к компьютеру. Такой донгл, туда втыкается GSM карточка. Она может раздавать Wi-Fi, но местные провайдеры это рубят. Это вы говорили еще в том видео, когда я об этом рассказывал. Это мы знаем, что можно решить. Но решать мы это будем своим способом, не таким, каким было предложено. Мы этот донгл воткнем в наш роутер и будем раздавать с роутера, как будто это компьютер. Еще из таких приятных новостей это, внимание, нам отдали мотор. И сейчас его мы поедем тестить. Ну так, быстренько, тут особо-то тестить его нечего. Нет, Дина, никаких сейчас мангр мы не поедем. Если хочешь быстро поедем, потестим. Заводится вообще шикарно. О, какой подхват, прямо сразу. Ракета. Офигенно. Он стал значительно мощнее. Класс. Короче, хэппинес. Ну что, друзья, очередной технический ролик подошел к концу. Напоминаю, что вам нужно обязательно подписаться, потому что количество людей, которые смотрят нас без подписок, больше половины. И это просто катастрофа. Мы стараемся, делаем для вас. Сделайте и для нас приятно, потому что это нас мотивирует и помогает нам в развитии канала. Давайте это делать с двух сторон. Лайк, коммент, подписка, колокол. И до встречи в следующем выпуске. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова